добрый день зрители нашего канала сегодня 28 августа и уже у нас как с неделю стало прохладно по ночам да в принципе дневные температуры упали на уровень 30 32 градуса да и это стало благоприятно для томатов то есть если они до этого мучить и были в очень высокие температуры даже видно где-то по стеблям до что немножко там от жировал но в принципе все наши агротехнические вещи которые мы вам говорили позволили даже при таком стебле данном хорошо зацепить помидор вы видите да то есть единство где у нас была проблема с помидором с кистью это было с 1 до но там был у нас 45 пятиградусная жара и как я вам до этого говорил что при температуре выше 32 35 градусов пыльца становится стерильной нам то есть там чтобы вы не делали вы не смогли бы спасти помидор при такой температуре сейчас видите кисти все идут нормальные все пыляется что нам помогло добиться этого спектра с первую очередь конечно это надо понимать да как вот я муж говорил аналогию что очень важно это кальциевое питание в жару то есть даже вот пока плодов нет никак к левая как кальциевое питание потому что кальций тот элемент который позволяет растениям выдерживать стресс от жары то есть была даже такая у нас хорошая картинка да где было там показал улик булка на картофеле который самочувствительность из послёных на высокую температуру и там было показано как то картофель реагирует на высокую температуру где концентрация кальция была выше он намного лучше рост где концентрация была низкая да а он был подавлены то есть здесь я дам то есть помимо того что мы кальций вносим под корень и как я вам себя говорю что в данном случае самый хороший кальций это уралхимовский потому что за те же самые деньги там 33 процента кальция то есть на 25 процентов больше чем у импорта во вторых это вне корневая подкормка ну я впервые рекомендую каламинбор у кого ну может вот другой то есть каламинбор почему потому что там три в одном там есть аминокислота 10 процентов который снимает стресс и там есть кальций который позволяет растению усилий да вот антистрессовый тот каламина бора и есть бор который усиливает действие кальция то есть если в почве кальций это антагонизм для бора то растение они обладают синергизмом то есть они друг друга действия улучшают да при этом бор усиливает цветение качество видите да он также влияет на точке ростобор выйти до цветы вот они выходят сутоносов и полностью для такой жары это кисти очень нормальные попасть качестве кисти до нормальная кисточка да то есть не вытянута ничего есть где-то под вытянутый да то есть но при такой жаре это достаточно нормальное растение сейчас уже стало прохладно и мы видим даже по макушкам что уже растение стало намного лучше она утончается сейчас эти кисти будут нарастать и макушка сама по себе уже будет ослабевать то есть скоро принять придется приемы принимать чтобы ее наоборот усилить сейчас данном случае уже надо конечно добавлять калийное питание в принципе в первую очередь за счет нитрата калия потому что сейчас нужен в такой вот упать часто растет и растение идет рост до идет рост плодов завязывания новых кистей и поэтому калий очень важен стал да то сейчас калия надо давать к азоту один к полтора то есть калия больше кальция сейчас надо давать примерно 0 8 1 от азота магния так как листовые пластины ведь и мог листья все темно-зеленые то есть это конечно эффект от магния магния мы даем примерно 0405 от кальция таких по это параметра ну и микроэлементы стандартно мы все даем то есть в первую очередь под корень но дополнительно вот колами не боре у нас идет еще бор вне корневой можно раз две-три недели вместе с пестицидами до использовать обработку вот когда вы обрабатываете при этом отцовки еще чем туда добавляем тот же самый до комплекс микроэлементов полные и в принципе по микроэлементам и полностью то что микроэлементы хорошо носить как по листу для коррекции но остальные все-таки надо носить через корень на этом сейчас как бы основная программа да будет вот идем по азоту как вы по питанию как вам сказал то садов сейчас уже нужно давать потому что все мы зацепили три кисти 4 цветет сейчас эти все плоды начнут наливаться и начнет отток пластических веществ не только не только ведь макушку начать начать да но она будет эти кисти на себя забирать и соответствует это сейчас кисть начнута себя брать и на макушку приходится меньше и сейчас уже можно спокойно его кормить не боясь что он начнет жировать тем более температуры ночные спали даже больше чем хотелось бы то есть сейчас нас начнет температуры падают до 11 градусов вот был один день но сейчас чуть-чуть подымется но в принципе это для томата не страшно это вкус никаких там антистресс самое главное сейчас отдельно еще следить да это видите можно даже на ночь приоткрывать форточки наоборот приоткрывать форточки не закрывать как многие делать а приоткрывать для чего чтобы вот этот жаркий воздух у вас уходил потому что очень важно понимать да что влажность она относительно если у вас и влажности там при 30 градусов влажность до 60 процентов то есть вы закройте форточки то при падении температуры там градусов до 12 у вас начнет выпадать конденсат а для томата самое страшное это вот когда у вас на лисе появляется влага отсюда у вас пойдут различные болезни как бактериальные так и грибковые то есть вот надо чтобы у томата лис ночь уходил сухой на этом спасибо до свидания спрашивайте буду отвечать и и Продолжение следует...